Приветствую всех! Давайте сегодня проведем один интересный эксперимент. Выясним, как кремниевые транзисторы в генерации отличаются от германиевых. Здесь у меня кремниевый транзистор, мощный, 2 А. К генератору на этом транзисторе подключена неоновая лампочка. В цепи питания стоит вольтметр. Мы будем измерять напряжение на батарейке в тот момент, когда происходит генерация и видеть, как изменяется свечение, изменяется генерация в зависимости от напряжения питания. Здесь германиевый транзистор P217 с открытым корпусом. Также напряжение питания мы будем видеть здесь. А здесь будем видеть, идет генерация или нет. Для тестов я использую небольшие пальчиковые батарейки, уже практически севшие. И нам как раз это и надо. Мы будем узнавать, от какого напряжения будет срабатывать кремниевый генератор и германиевый генератор. Давайте для начала посмотрим, как ведет себя на батареечке. Генератор из кремниевого транзистора. Давайте вот так вот будет красивее видно. И батарейку, и, как говорится, генерацию. Вот, значит, мы видим, что при напряжении 0,94 Вольта, лампочка рыженькая светится у нас, идет генерация на кремниевом транзисторе. Теперь здесь, от такой же батарейки полусевшей, как бы так вот красиво все это дело располагать. Давайте я буду вот здесь вот прикасаться, так будет видно и удобно. Итак, вот я касаюсь батареечкой. Нам видно, что светится неоновая лампочка. И мы видим меняющееся напряжение 0,86 Вольта. Работает германиевый генератор. Вот, ну и постепенно напряжение просаживается, батареечка садится. Но мы не будем дожидаться, когда она полностью сядет. У меня есть вот такая севшая батарейка, к сожалению, до проведения эксперимента и до времени, пока я готовил, она села окончательно, то есть сейчас она имеет всего лишь 0,1 Вольта, не может генерировать. И является сопротивлением. Мы как раз это сопротивление этой батарейки и будем использовать. Давайте посмотрим, при каком напряжении, если мы будем пропускать ток от вот этой маленькой батарейки через вот эту, естественно, у нас напряжение упадет. Вот, давайте я вот так вот сделаю все это дело в кадре. Вот, значит, у меня сверху, так, как же красиво сделать, вот стоит, значит, балластная батарейка. На нее мы ставим нашу ведущую батарейку, которая еще не совсем села. И запускаем наш генератор. Генератор работает. Напряжение 0,05 и падает. Вот, давайте понаблюдаем, как идет падение напряжения. И при этом видно, что оранжевая лампочка светится. Так. Вот, мы уже дошли до 0,3 Вольта. И напряжение продолжает падать. То есть, при таком напряжении, все. Все. То есть, 0,3 Вольта мы видели. И до 0,3 Вольта генератор работал, лампочка светилась. Давайте еще раз попробуем. Так, светится 0,4 Вольта. Все. Вот, как только мы падаем до 0,3 Вольта, лампочка перестает светиться. Ну-ка, подзарядилась эта батарейка в результате наших коллизий? Нет, не подзарядилась. Только приобрела отрицательную полярность. Ну, это из-за эксперимента. Вот сейчас мы ее немножко просадили. Можно еще разок. То есть, я даже не успеваю. Ну, в общем, 0,3 Вольта и германиевый генератор высасывает батарейку до этого напряжения. Вот, 0,5. Вот, на 0,4 уже. Все. Даже 0,4. Наверное, так. Давайте вот с этой батареечкой попробуем. Она более свежая. А то слишком уж быстро все происходит. Поехали. Вот, как только меньше. В общем, я увидел цифру 0,36. Генератор все еще работал. Так. Вернемся к нашему кремниевому генератору. Кстати, проверим. Батареечка все еще держит нормальное напряжение. При 0,87 генератор работает. Теперь кремниевый генератор. Мы видели, что он работает при напряжении 0,89-0,9. Теперь также мы ему добавим этот балласт, мешающий. И будем наблюдать, как будет работать кремниевый генератор и на каком напряжении он выключится. 0,7. Батарейка, видать, достаточно мощная. Все еще генерирует. Я думаю, видно рыжий огонек. 0,8. Генерация есть. Так, давайте возьмем вот эту батареечку. 0,8. Тут тоже 0,8. Значения пока не падают. А ну-ка попробуем в обратку ее поставить. Мучить так мучить. То есть, я хочу понизить напряжение. Так, чтобы наш генератор работал на пределе своих возможностей. Ну, давай, родная. Никак не желает. Ну-ка, насколько зарядилась эта батарейка? Ну, одна десятая вольта. Так, давайте еще раз. 0,7 работает и начинает моргать. Так, я думаю, вам видно из-за моего пальца свечение. Как только опускается ниже 0,8, происходит мерцание. А ну-ка. Чем бы нам таким тебя заменить? Вот здесь попробуем вот эту батареечку. Так, ну это свежая, хорошая. Есть ли у нас что-нибудь подсевшее? А, ну это вообще 1,3. Минус 0,14. Даже добавилось. Вот такие интересные эффекты перезаряда батареек. Так, вот-вот-вот-вот падение есть. Смотрите, смотрите. Как только проваливается ниже 0,8, пошли мигания. То есть генератор выключается. Батареечка накапливает немного энергии, и генератор снова срабатывает. Я думаю, отчетливо видно. Давайте еще раз этот эффект. Вот сейчас падает. Давайте попробуем немножечко подождать. Батарейка восстановится, и мы посмотрим, когда он начался-то. И поехали. 75. 0,75. И пошли вот такие прыжки. Я включил, видите, разнополярные батарейки. И получилось падение напряжения хорошее. А ну давай. А это мерцает сразу. А ну давай. Интересно себя ведут батарейки, конечно, по-разному. Одна перезаряжается, а другая просто вырубается. Ну давай, что ты будешь делать? Не запускается. Просто генератор не запускается. Но мы его замучаем. Вот он начал как раз красиво. Частота упала. Вон она какая получилась частота. То есть вот при 0,8 у нас прям стробоскоп получился. Генератор перешел в режим стробирования. Я понял, почему не получается. Перезаряжается вот эта батарейка с плюса на минус, с минуса на плюс. И поэтому эффекты такие я ловлю по-разному. Ну, суть-то не в том. Суть в том, что если мы достигнем 0,8 вольта. Вот сейчас это будет хорошо видно. Вот так вот. Сейчас падаем до 0,8. Сейчас будет 0,75. Пошли стробы. Причем стробы разные. Если я батарейку поставил вот в такой реверс. То есть у меня получается плюс к плюсу. Редкие стробы. А сейчас вот поставлю вот так вот. Ну, тут конечно накладывается, что вот эта батареечка начинает перезаряжаться. Менять свою проводимость и добавлять. То убавлять вольты, то добавлять. Вот сейчас будут резкие стробы. Давайте посмотрим. Понижается, понижается и вот начало тарахтеть. В районе 0,8. То есть вывод. Кремниевые транзисторы срабатывают на 0,8. При этом переходит этот генератор. Но это уже свойство самого генератора в режим стробирования. А вот германиевый транзистор, он вырубается на 0,3. Ну, 0,35, по-моему, мы так заметили. А, лучше вот здесь. То есть работает на гораздо более низком потенциале. Так, я думаю, видно. Горит огонек. Все. Вот мы достигаем 0,35. Давайте еще раз пробуем. Оп. Да, 35 и все. И нету генерации. Еще раз. Так, а если перевернуть? Вот сейчас будет падать 5, 4, 34, 33. Смотрите, генерация все еще есть. Все. 32, вырубается генерация. То есть по напряжению ниже единицы, кремниевые транзисторы требуют напряжения в два раза большего, чем вот этот. Но это мощно я использовал. Можно на самом деле понизиться до 0,2, даже, я думаю, до 0,1 вольта. И генерация будет на германиевых транзисторах. Но, по крайней мере, этот эксперимент имеет право быть. Мы выяснили буквально наглядно, что кремниевый генератор это 0,8, идет дальше стробирование. Германиевый генератор это 0,33, 0,35. То есть в два раза меньше. И при этом он просто гаснет и на стробирование не выходит. По току они разные. То есть этот выжирает ток все-таки более аккуратно кремниевый. Этот сильнее требует ток. За счет трансформатора, самодельно перемотанного, это как бы мои огрехи. Ну вот, такой вот эксперимент. На этом все будет новый эксперимент. Я обязательно вам его покажу.